С нами на связи сегодня бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Каспийского политического центра в Вашингтоне Ричард Хогланд, политолог, ирландский историк Патрик Уолш и политический аналитик, адвокат Орхан Амашев. Здравствуйте, уважаемые гости, и добро пожаловать на передачу. Спасибо большое. Здравствуйте, господин Хогланд, начнем нашу беседу с Вас. Официальный Париж не признает так называемую Нагорно-Карабахскую республику, однако резолюция, которая носит лишь рекомендательный характер, все же была принята Сенатом Франции. Как вы думаете о ситуации, и вы думаете, что Франция может остаться в этой группе? Во-первых, благодарю Вас за приглашение принять участие в передаче. Я желаю всего самого наилучшего нашим телезрителям. Да, мне довелось быть сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Соединенных Штатов Америки в 2017 году. Довольно часто мы с моими коллегами в Минской группе ОБСЕ ездили в Баку, в Ереван и в Нагорный Карабах. Я никогда не говорил об этом в то время, но после нескольких встреч с лидерами Азербайджана и Армении, а также с министрами иностранных дел этих стран, я понял, что обе стороны категорично не готовы отступить от своих позиций ни на шаг, и что не существует даже малого шанса на дипломатическое урегулирование конфликта. Единственным решением была война, хотя это было и самое ужасное решение конфликта. Я удивился, узнав о том, что парламент Франции решил признать независимость Нагорного Карабаха, но давайте будем честны. Парламенты во многих странах могут голосовать за резолюции, которые не отражают официальную позицию стран. Я бы предположил, то, что случилось, это результат работы очень влиятельной армянской диаспоры во Франции, такой же влиятельной, как, скажем, у нас в Соединенных Штатах Америки, или какая существует в России. В Минской группе присутствуют также другие страны, их не только три. По-моему, все эти страны могут внести свой вклад в дальнейшее развитие региона. Это мое предположение. Господин Амашев, что вы думаете об этом? На мой взгляд, совершенно ясно, что Франция больше не имеет никакого морального права оставаться в минской группе ОБСЕ. Я не считаю, что Франция была достойна этой позиции в 1994 году, и я не считаю, что у нее есть право сейчас. Позиция Франции существенно ослабла, потому что я сомневаюсь, что после всего этого кто-то воспримет Францию всерьез, как медиатора в этом конфликте. Сейчас французская сторона говорит, что Сенат – это законодательный орган, который принимает решения по многим существенным вопросам, но последнее слово за президентским офисом. То, чего они достигли, приняв эту резолюцию в Сенате, так это то, что они продемонстрировали лишь проармянскую позицию. Эта резолюция носит лишь рекомендательный характер, и это не означает, что Франция официально признает независимость Нагорного Карабаха. С юридической точки зрения я могу сказать, что эта резолюция очень плохо подготовлена. Если внимательно прочитать текст, то сразу видно, нет никакой информации о резолюциях Совета Безопасности ООН, требующих вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий и подчеркивающих нерушимость территориальной целостности Азербайджанской Республики. Заметны и технические ошибки, как, например, есть ссылка на достигнутое перемирие о прекращении огня в 1994 году на границе, хотя на самом деле это было прекращение огня на линии соприкосновения. Таким образом, эта резолюция подготовлена очень непрофессионально, но, по-моему, она не имеет никакого отношения к реальной политике, потому что французское правительство никогда не одобрит эту резолюцию, а не продолжит занимать нейтральную позицию. Однако репутация этой страны серьезно пострадала. Потому что французское правительство не будет адаптировать эту позицию, поэтому они будут плакать армянских, но, в то же время, они будут оставить нейтральными. Но их репутация была повреждена, что было повреждено. Это, естественно, случилось. Мистер Волш, вы также поддержите эти заявления? Господин Волш, вы также разделяете мнение ваших коллег? Спасибо за то, что пригласили меня принять участие в этой дискуссии. Франция, конечно же, скомпрометировала себя как объективного сопредседателя Минской группы ОБСЕ, но это всего лишь резолюция Сената Франции. Как историк, я считаю, что Франция, как никакая другая страна, должна хорошо понимать значение ситуации, сложившейся между Арменией и Азербайджаном. Если вспомнить, во время Первой мировой войны, в 1914 году, Франция вступила в войну с целью вернуть ранее захваченной Германией Эльзас и Лотаренгию. Французский народ должен хорошо понимать, что происходит между Азербайджаном и Арменией, потому что Франция сама потеряла территории, которые были оккупированы соседней страной. Господин Хогланд, несмотря на то, что происходит во Франции, трехсторонние заявления Азербайджана, Армения и Россия продолжают работать. Как ситуация будет развиваться дальше с двумя народами в регионе? Очень хороший вопрос. Для начала позвольте сказать вам вот что. Довольно часто самая тяжелая новость дня или недели в конечном итоге оборачивается чем-то хорошим. Я говорю сейчас о резолюции Сената Франции. Да, она была составлена довольно плохо, но это не новость. В парламентах многих стран и даже в нашем Конгрессе Соединенных Штатов Америки случаются подобные вещи. Это связано с тем, что порой не сами парламентарии или сенаторы в Конгрессе составляют текст резолюции, а это делают работники, которые занимаются такими вещами. Порой они пишут текст, не вникая в его содержание. На мой взгляд, эта тема сойдет на нет и потеряет свою актуальность уже в ближайшие недели. И Франция не изменит свою официальную позицию по отношению к региону из-за этого документа. Теперь, что касается будущего развития региона при новой сложившейся ситуации. Для меня особенно интересна одна вещь. Трехстороннее заявление Армении, Азербайджана и России поспособствовало урегулированию конфликта. Но не до конца. Регион сейчас может развиваться лучше по сравнению с тем, что мы наблюдали ранее. Территории возвращены Азербайджану. Однако российские миротворцы остаются в регионе, чтобы гарантировать безопасность и соблюдение условий заявления. Что означает, конфликт между двумя странами еще не урегулирован до конца. Вы также говорили об армянской диаспоре. Позвольте поделиться с вами своим опытом, который я приобрел, будучи сопредседателем в Минской группе ОБСЕ от США. И как гражданин Соединенных Штатов, который также был атакован со стороны армянской диаспоры в свое время. Диаспора, любая диаспора, не только армянская, но и любая другая, стараются быть тяжелым ядром в продвижении политического мнения их стран. Люди, граждане в их собственных странах, которые они представляют, да, у них есть свое мнение по тому или иному вопросу. Они могут иметь сильное влияние, но руководство в их странах говорит напрямую с гражданами, стараясь объяснить им ту или иную ситуацию. Диаспора же, наоборот, представляет позицию в своей страны, в других странах, проталкивая ее вглубь общества, в котором они проживают. Но зачем это французскому сенату? Я понимаю армянскую диаспору, которая преследует свои цели. Но почему некоторые парламентарии ведутся на эти провокации? Мы говорим сейчас о человеческой натуре. Мы не можем знать наверняка, что сподвигнуло Сенат Франции проголосовать за принятие этой резолюции. Мы не знаем, было ли это серьезным действием со стороны всех тех, кто проголосовал за, или же это была работа всего лишь нескольких парламентариев, которые находятся под влиянием армянской диаспоры, и которые убедили остальных парламентариев сделать это. Стоит помнить, что даже у диаспоры есть несколько различных сегментов. Я бы предположил, что здесь произошло то же самое, что порой случается в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Несколько людей, парламентариев в Сенате в Париже, решили продвинуть эту идею с резолюцией. Порой резолюции выводятся на голосование без особого обсуждения деталей. Парламентарии не знают всех деталей, которые скрыты в резолюциях. Я думаю, именно это и произошло во Франции. Но при этом я уверен в том, что Франция должна остаться сопредседателем Минской группы ОБСЕ, в которой она все еще может сыграть свою роль. На мой взгляд, Франция была хорошим сопредседателем в прошлом. И мне кажется, что из-за нескольких проармянских сенаторов не стоит останавливать весь процесс работы Минской группы ОБСЕ. Господин Амашев, практически одновременно с предвзятой резолюцией Сената Франции, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к жестким санкциям против Турции из-за ее поведения в Средиземноморье. Депутаты Европарламента также отмечают прямую поддержку Турции и Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте. Постановление, как и в случае с резолюцией Сената Франции, носит лишь рекомендательный характер. Окончательное решение по санкциям примет Совет Европы. Просматриваете ли вы какую-либо связь между этими двумя событиями? Если внимательно прочитать эти две резолюции, то можно заметить в тексте антитурецкий семитизм. Тут также присутствует недовольство Франции и Турции как важным игроком в регионе, который сыграл важную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Франция также недовольна возрастающей ролью России в регионе, в частности, потому что миротворцы в регионе из России. Когда вы посмотрите на резолюцию Сената Франции внимательно, вы заметите, что она очень антитурецкая. Обстоятельства развития двусторонних отношений Турции и Франции в последнее время дают основания видеть предпосылки к принятию такой резолюции. Для меня это очевидно. Со всем глубоким уважением к странам, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, я, возможно, очень скептически настроен о будущем этой организации. Но, как по мне, за последние 26 лет эта группа не достигла ничего в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Сопредседатели Минской группы всегда говорили, что у этого конфликта нет военного урегулирования. Однако президент Азербайджана не раз старался обратить внимание всего мирового сообщества на агрессивное поведение Армении. То, что произошло в 2020 году, это военное противостояние с последующими политическими договоренностями. Именно поэтому, на мой взгляд, принцип работы Минской группы ОБСЕ на сегодня не актуален. Будет ли Франция играть какую-либо роль в будущем? Конечно, это возможно. Франция – важный игрок в мировой политике. В дальнейшей перспективе двусторонние отношения Азербайджана и Франции могут перспективно развиваться. Но давайте будем честны. Национальный Сенат Франции не является нейтральным институтом. Это часть политической системы страны. То, что принимается в Сенате, также имеет значение. И это, разумеется, отразится на том, как Азербайджан будет строить свои отношения с Францией в будущем. Да, это всего лишь резолюция, которая рекомендует французскому правительству признать так называемую республику Нагорный Карабах. Да, у этой резолюции нет юридической ценности. Она не носит обязательного характера. Но это имеет символическую значимость. Это то, что невозможно забыть. С самого начала некоторые круги пытались представить этот конфликт с точки зрения вмешательства Турции в дела на Южном Кавказе. Была попытка позиционировать роль Турции как стремление укрепить свое геополитическое влияние в регионе. Однако это было вполне естественно, что Турция поддержала действия Азербайджана и была готова оказать всю необходимую помощь, если бы это понадобилось. Но не это ведь было основанием для конфликта. Основанием, поводом для конфликта была незаконная оккупация Нагорного Карабаха и семи прилегающих регионов Азербайджана Армении. Это никоим образом не была попытка Турции укрепить свое геополитическое влияние на Южном Кавказе. Немного похожая ситуация разворачивалась в 1920 году, когда Турция и Россия формировали свой подход к событиям на Южном Кавказе. В то время Запад не прикладывал никаких усилий для разрешения сложившейся ситуации. Великобритания вышла из региона в 1919 году. Запад не участвовал активно в происходящем. Это историческая параллель, которую я наблюдаю. В любом случае, я считаю, что некоторые политические фигуры на Западе не до конца понимали, что происходило в регионе последние два месяца. И, на мой взгляд, резолюция Сената Франции отражает это. Это своего рода антитурецкое настроение во Франции. Большое спасибо, уважаемые эксперты, за ваши ценные комментарии.